Здравствуйте! В эфире еженедельные новости Смоленской АЭС. В студии Олег Соловьев. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Губернатор Смоленской области Алексей Островский посетил Десногорск с рабочим визитом. Программа «Комфортная городская среда» в Десногорске идет по плану. На Смоленской АЭС в работе три энергоблока. Общая мощность составляет 3158 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 20 дни апреля составила 1 млрд кВт-ч. С начала года выработано более 6,2 млрд кВт-ч. Сверхплана 133 млн кВт-ч. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 17 апреля Десногорск с рабочим визитом посетил губернатор Смоленской области Алексей Островский. Он провел совещание с руководством муниципалитета, медико-санитарной части номер 135 и атомной станции. Наряду с другими муниципалитетами области Десногорск также принимает свои особые меры по противодействию коронавирусу. Некоторые из этих мер глава области Алексей Островский отметил в первые минуты встречи. При въезде в город работают сотрудники полиции, сотрудники Росгвардии. Измеряется температура тела у всех, кто хочет въехать в Десногорск. Те, кто не имеют регистрацию в городе или не должен здесь находиться по долгу службы в городе, не пропускаются. Частью превентивных мер стало эффективное взаимодействие администрации Десногорска с городской медсанчастью, силовыми структурами и местными предприятиями. Об этом сообщил глава Десногорска Андрей Шубин. Совместно со Смоленской областной станцией, Советом руководителя принято решение по оказанию нашей медсанчасти благотворительной помощи. Кто-то из предпринимателей и руководителей предприятий подчисляет денежные средства напрямую в медсанчасть, а все, что необходимо, средства защиты, перчатки, маски, моющие средства, мы аккумулируем здесь и передаем в медсанчасть. В то же время, перепрофилировав свои действующие отделения, медсанчасть организовала инфекционный госпиталь. Это временная необходимая мера, которую предприняли все больницы страны. Развернуто на базе родильного отделения новое инфекционное отделение. В общей сложности мы сможем принять примерно 40 больных. Далее идет взаимодействие уже с региональным здравоохранением и пациенты оперативно, если развиваются осложнения, направляются в инфекционный госпиталь на базе клинической больницы номер один. В особых условиях функционирует и Смоленская АЭС. Предприятие продолжает реализовывать меры по защите своих сотрудников от коронавирусной инфекции. «Ежедневно проводятся измерения температуры отдела персонала при входе на Смоленскую станцию и на рабочих местах в течение рабочей смены с фиксацией гурналей. Персоналу выданы медицинские маски. В местах общественного пользования, на этажах и производственных помещениях установлены бесконтактные дозаторы для обработки рук с дисфицирующими городами». Губернатор отметил, что главная задача местной власти – не допустить стремительного распространения инфекции. При этом действующие меры Алексей Островский назвал эффективными и крайне своевременными. «Я вижу, что мой указ в введении карантинных мероприятий на территории Десногорска, где находится Смоленская атомная станция, выполняется в полном объеме. Рассчитываю, что это позволит огородить Десногорск от эпидемии коронавируса». С соблюдением мер безопасности программа «Комфортная городская среда» в Десногорске идет согласно графику. В этом году ремонт проходит на четырех дворовых территориях. Первый микрорайон дом 12, второй микрорайон дом 2, дома 18 и дом 7. «На трех территориях работы уже ведутся полным ходом. Подготовительные работы на доме второго микрорайона доме 18 и на первом микрорайоне дом 12 уже выполнены». В этом же году отремонтируют и пешеходный участок в третьем микрорайоне, между третьей и четвертой школами и детскими садами. «К общественной территории подрядчик готов приступить уже на следующей неделе». В год 75-летия атомной промышленности объявлен фотоконкурс «Искусство атомного строительства». Прием заявок и фотографий до 20 июля по e-mail fotorosatom2020.ru с отметкой фотоконкурс. Условия участия и форма заявки на сайте, адрес которого вы видите на экране. Также объявлен конкурс видеороликов вне времени. Прием заявок и фотографий до 7 августа по e-mail fotorosatom.ru с отметкой конкурс. Условия участия и форма заявки на сайте, адрес которого вы видите на экране. Лента новостей российских АЭС теперь всегда под рукой. Читайте новости атомной отрасли в новом мобильном приложении «Энергичные люди». Важные события, которыми живет наш город и другие города атомной отрасли, производственные новости и материалы корпоративных СМИ, а также ответы на вопросы о работе в сегодняшних условиях. Присоединяйтесь к команде энергичных людей. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости СМОЛЕНСКОЙ АЭС. С важными событиями и жизнью станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе СМОЛЕНСКОЙ АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok